Здравствуйте, девушки! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, готовы ли вы прямо сейчас прослушать трек-рэп-всполнителя Лил Дик «Пьяненькая» в состоянии пьяненькой или в состоянии трезвенькой? Нет, не готовы. Знаете, мы не готовы. Ни в том, ни в другом состоянии. Почему? Потому что мы идем с прекрасной выставки Айвазовского. Сходите все и посмотрите. Это культурное мероприятие, не то что прослушивание песни «Пьяненькая» Лил Дик. Бедный лимфик умирает бедность. Интересно, почему они ушли? Чем фит-то? То есть мы с вами сейчас выберем какой-нибудь трек и вот на этой самой точке мы с вами его послушаем, потом обсудим. Готовы? Так, что вы выбрали? Шат-ли. Серьезная тема. Да у него там уши нет. Можно я посмотрю поближе улицу? Шикарная тема. Какие-нибудь впечатления уже есть? Да, вообще. Эмоции? Отрицательные. Он такой красивый парень, можно петь красивые песни. Я не знаю, для чего. Конечно, можно раскрутиться на говне, а потом быть резко хорошим. А естественно, чтобы выйти в люте, сначала надо показать говно. А потом, конечно... То есть в данном случае сейчас мы с вами что слушаем? Музыка, конечно, хорошая. Музыка нормальная. Хороший бит, все мягенько. Такое все четкое, да. Но слова... Надо поработать. А чего бы хотелось больше слышать его творчестве? Да я о нем не знаю, во-первых. Но не хватает просто в мире добра, понимаешь? А вот эта вот чушь, она на каждом шагу, даже в подъезде выходя, вот этих я вижу алкаши своих соседей, я не хочу это слушать еще в ушах, понимаешь? Хочется видеть вокруг позитивное, хорошее и доброе. То есть Сергею Шнурову или Лзикову стоит прекратить? А я их не слушаю. Вообще не слушаете? Нет, этих, как их там, Шнуров. Да. Нет, не знаю. То есть не нравится? Нет. Не поддерживаете, продвигать не надо? Вот скажите, пожалуйста... Они просто у нас как, у нас общество, вы же знаете, бывшие мы работяги такие, все такие, зануды. И, конечно, вот мужикам по приколу слушают это вот. Ну вот он себя позиционирует как первый рэп-исполнитель для женщин. Он борется сейчас за сердца женские. Он хочет отбить аудиторию у Стаса Михайлова. Скажите, вот с помощью этих треков... Малолеток отобьет без проблем, но у взрослых нет. То есть у взрослых женщин он при помощи этих треков не сможет отбить? Малолеток 14-летний сказал, что у него будет их куча. Он симпатичный. Симпатичный. Симпатичный? Да. У него еще есть свои автомоек. Ну, я подправляю его. Ну, то есть вопрос с деньгами давно решен. Так, а при чем здесь деньги? Ну, симпатичный с деньгами, это же еще лучше. Да, деньги... Деньги... Это хорошо, конечно. Это просто приложение к человеку. Вот насколько хорошо деньги? Насколько хорошо деньги для мужчины? Ну, это главная, мне кажется, вещь. Главная не вещь, я как-то. Ну, потому что если мужчина имеет деньги, значит он состоялся как мужчина, но как рэпер, я не знаю. Ну, подождите, подождите, смотрите, биток стоит дорого. Газголдер берет тоже нормально за то, чтобы вот это вот все опубликовать в эфире. Вася Вакуленко его движет. Я не знаю, о ком вы, это кто такие? Ну, Нагана. Ну, голос смотрите. Он там судьей был. Нет, это кто такой? Девушка, вот только что вы прослушали трек рэп-исполнителя Lil Dick. Скажите, пожалуйста, ваше впечатление? Отвратительно. Скажите, пожалуйста, хотелось бы вам, чтобы больше по городу было вот таких точек для совместного прослушивания треков рэп-исполнителя Lil Dick? Хотелось бы, да, только чтобы песни были более осмысленные. Какие песни? Вот, о душе, о мире, о добре. То есть вам бы хотелось, чтобы рэп-исполнитель Lil Dick больше уделил внимание добру? Ну да. В теме добра раскрывал ее? Угу.